добрый день дорогие друзья с вами канал 1 австралия я александр петров и в этом ролике я хотел бы поговорить с вами о том что происходит сейчас и каким образом надо улучшить свои шансы на приезд в австралию и на осуществление всех тех заветных мечтаний которые у вас есть и которые у вас будут по приезду в принципе когда вы познакомитесь с этой жизнью когда он захочется не просто жить в австралии на жить в австралии хорошо то есть лучше чем многие другие кто здесь находится в том числе и те люди которые здесь родились которые которые сразу так имеет преимущество перед вами но вам хочется лучшего вам хочется лучшей жизни для вас вы будете себя сравнивать с этими людьми что надо для этого сделать первое вот какая у нас сейчас предиспозиция как обычно говорили в свое время в военном лексиконе наверное 18-19 веков мы имеем полное недоверие к оборудовательным агентам и одним из таких агентов к сожалению или к счастью являюсь я и мне надо доказывать что как говорится в том анекдоте что я не верблет есть очень большое недоверие к учебным заведениям и государства австралийскому потому что за вот то время того кризиса который на мой взгляд был искусственным и преследовал совершенно иные цели чем забота о здоровье населения вот в этот момент все эти игроки они ну скажем так правили себя с не лучшей стороны они лгали и поэтому вы сейчас находитесь в состоянии когда перед вами три наперска но вы понимаете что почитают джульничество и вы не знаете что надо делать чтобы идти наиболее прямой дорогой к вашей цели но есть какие-то ключевые вещи которые вы должны понимать они останутся они никуда не уйдут они вообще-то и в законодательстве миграционном появились от каких-то объективных истин объективных критерий мы не знаем какая миграция будет офшорная или аншорная превалировать то есть мы не знаем будут ли как когда-то 1900 1990 годах в основном делаться упор на тех специалистов которые приезжают из-за рубежа или как двухтысячных допустим будет делаться упор на тех специалистов которые находятся в австралии получают обучение или нацитых вот это 2010 2020 годы здесь здесь необходимо на мой взгляд продвигаться сразу по всем направлениям мы не можем угадать куда попадет стонаряд и что будет в этом квадрате но мы можем бить по всем квадратам то же самое давайте посмотрим на ваше положение безусловно аншорник вы или офшорник необходимо быть профессионалом поэтому то образование по которому вы работаете или не работаете но который у вас есть это работа по которой вы учились или по которой вы не учились но она у вас есть вот это все должно увеличивать ваши шансы обычная перепродажа или сконтак спекуляция как это когда-то говорили это тот слой населения который может обогащаться но он ровным счетом никому не нужен кроме тех людей которые делают это блистательно талантливо но это уже бизнес стрим поэтому мы говорим о профессионалах которые скажем так имеют свою квалификацию свое образование и основе этого эмигрировать а мы не знаем кто как и по какой скажем так специальности поэтому если вы получаете какую-то дополнительную специальность все получаете эту специальность и постарайтесь быть хорошим специалистом конкретные предположим вам советы если вы общаетесь своей как бы профессиональной среде постарайтесь выходить на международный уровень я понимаю что у вас нет английского вам необходимо учить английский это англоязычная страна австралия и это язык международного общения по крайней мере пока это основной язык международного общения учите английский язык если у вас нет времени на изучение английского языка значит у вас нет времени на иммиграцию вы неминуемо проиграете если ваш язык будет на низком уровне ваши конкуренты вам вас сомнут даже если вы более талантливый инженер или более талантливый не знаю преподаватель если у вас нет английского языка то вы не сможете показать свой уровень и вы ушли с рынка трудовых ресурсов то есть английский профессионализм дальше когда вы приедете сюда ведь наша задача получить визу въехать и получить нужные какие-то навыки квалификацию образование опыт работы и остаться здесь это все как бы такая три единая задача соответственно вам необходимо может быть будет по приезду сюда как-то переквалифицироваться у меня очень много ребята вот на данный момент ну наверное человек 20 которые остаются по рабочим профессиям которые получили и подтвердили здесь те ребята которые получали это в россии рабочей специальности обычно не могли въехать потому что несмотря на то что некоторые блогеры утверждают что рабочим легче сюда приехать и мигрировать это абсолютно не так им легче дать надежду на это и потом на них заработать деньги но при этом не дать им возможности сюда приехать как это происходит но вы же проплачиваете не конечный результат вы проплачиваете работу агенту а сколько вас получила отказ и сколько вас получили визы какой процент никто об этом не знает вас обманывают и в принципе догадываетесь об этом но вы хотите верить в лучшее в лучшее для вас и вот это ваша ошибка затем а если вы приехали сюда и вам понравилась какая-то рабочая профессия сразу просматривайте когда вы уже здесь просматриваете всю эту цепочку до получения до подачи получения вид на жительство соответственно делайте все возможное чтобы бросить силы в этом направлении если это вам точно нет уверенности значит вам надо будет перераспределить все свои силы по тем направлениям которые возможно будут вами использования то есть ваши миграционные возможности и соответственно выкладываетесь вот в этих направлениях и безусловно у вас будет лимит ваших усилий лимит вашего времени лимит ваших финансовых средств и каких-то интеллектуальных способностей но постарайтесь не вкладываться в то что завидомо не даст вам никакого результата и как я уже сказал гарантированно английский язык дает тот результат который вам собственно говоря нужен таким образом когда у нас ситуация ясная необходимо не идти по какому-то заранее выбранном направлении все бросить на это но идти сразу развиваясь во всех отношениях и вы знаете разносторонние подготовленные специалисты всесторонние развитые культурные люди они всегда смогут то что казалось бы эти знания которые имеют какой-то опыт других сферах они смогут это все применить безусловно допустим тот же самый стулер это человек нужной австралии и но при прочих равных стулер который может обладает какими-то инженерными навыками или организаторскими для которых гораздо выше английский язык он естественно имеет больше шансов и себя продать и помочь работодателю заработать деньги соответственно как итог остаться в австралии поэтому дорогие друзья сейчас нет фактически направления главного удара если мы говорим о том чтобы въехать страну то же самое визовая история опять-таки английский язык история обучения наиболее высокий уровень вашего образования и ваши достижения какие-то грамоты призы и так далее так далее все это надо скрупулезно накапливать генерировать и создавать себе ну хотите если то иммиграционный портфолио вот это и есть стратегия смутного времени стратегия смутного времени для вашей эмиграции в австралию желаю вам всего хорошего я понимаю ребята это наверное не хайп но это то что действительности вам поможет поможет приехать и остаться в стране если вы того желаете и что еще очень важно одна голова хорошо две лучше а много это вообще классно и соответственно не стесняйтесь звоните может быть мы совместно набросаем какие-то возможные варианты улучшения вашего положения для того чтобы въехать и остаться в эту страну австралия стоит того как бы то ни было чтобы не происходило сейчас то что происходит сейчас происходит во всем мире я вам говорил будет плохо но в австралии все равно будет лучше чем в другом мире спасибо